Будущее денег это не избавление от наличных и даже не то, что мы называем цифровой валютой центрального банка. Нет, это тотальный контроль. И ты никогда не поверишь, кто за этим стоит. Правительство, спойлер, его имя начинается на Black, а заканчивается на Rock. То, что грядет, это не просто очередной технологический сдвиг. Это огромные изменения всего в нашей жизни. То, как мы работаем, то, как тратим деньги, сколько и на что. И если это звучит нереалистично, просто посмотри, что уже происходит в Китае. Их цифровая валюта связана с системой социального кредитования, где все, что ты делаешь, может влиять на твое положение в обществе. Другие страны тоже двигаются по тому же пути. После недавних новостей из Евросоюза и новых европейских правил насчет стейблкоинов, я погрузился в тему цифровых валют центральных банков, ЦВЦБ, и стейблкоинов, таких как USDC и Евроси, которые захватывают финансовый мир прямо сейчас. Но вот неожиданный поворот сюжета. Люди, которые стоят за этими цифровыми валютами, могут тебя шокировать. И что это значит для нас? Абсолютно все. Потому что контроль над тем, как мы тратим и сохраняем наши деньги, может стать сильнее, чем когда-либо. Прежде чем мы перейдем к деталям, не забудь передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк коин. Передал? Большое спасибо за поддержку. Для начала давай посмотрим на два самых популярных стейблкоина, USDC и Евроси. Это цифровые версии доллара США и евро, и они стали невероятно популярны. После того, как Европа приняла законы регулирования стейблкоинов, именно они стали самыми соответствующими этим законам стейблкоинами на рынке, что и сделало их ключевыми для глобальных транзакций. Но вот здесь все становится гораздо интереснее. Circle, компания, которая стоит за USDC, получила огромные инвестиции в размере 400 миллионов долларов от крупных игроков, таких как BlackRock и Fidelity. BlackRock теперь управляет не только инвестициями своих клиентов, они управляют денежными резервами, которые фактически стоят за цифровым долларом и евро. По факту BlackRock управляет Circle Reserve Fund, специальным государственным фондом, который инвестирует в краткосрочные казначейские облигации США и сделки Overnight Repo. Разве это децентрализация? Конечно же нет. Джереми Аллер, генеральный директор Circle, даже сказал, цифровые валюты доллара, такие как USDC, ускоряют глобальную экономическую трансформацию. Они презентуют это как что-то хорошее для нас, но на самом деле это полная противоположность тому, о чем был биткоин и криптовалюта изначально. Хотя стейблкоины действительно предлагают некоторые преимущества, например, более дешевые и быстрые транзакции без границ и даже возможность самостоятельного хранения денег, их противоположность оригинальной идее криптовалюты нужно воспринимать с осторожностью. Почему? Потому что централизация стейблкоинов сопряжена с риском того, что контроль сосредоточится в руках небольшого количества людей. И если углубиться, мы увидим, что стейблкоины, которые изначально должны были быть децентрализованной, стабильной криптовалютной денежной системой, на самом деле находятся в руках крупнейших и наиболее централизованных учреждений в мире. Такие компании, как BlackRock, контролируют резервы этих стейблкоинов, что поднимает важный вопрос, а кому на самом деле принадлежат эти якобы независимые стабильные цифровые валюты? Стейблкоины, такие как USDC и Евроси, могут оказаться технологическим новшеством для Уолл-Стрит, но уже завтра они окажутся на твоем кошельке. Хочешь ли ты этого или нет? Цифровой доллар теперь поддерживается учреждениями с такой же централизованной властью, как и традиционная финансовая система. Фактически фонд BlackRock, зарегистрированный в SEC, стремится в конечном итоге подать заявку на участие в программе обратного репо ФРС, что может дать им еще больше влияния на цифровые деньги. Это ли та трансформация денег, которую нам обещал биткоин? Конечно же нет. Что значит, когда цифровой доллар управляется финансовыми гигантами? Возможно, это значит более жесткие ограничения на то, как и где мы тратим свои деньги. Это также может означать более высокие комиссии, как мы уже видим в традиционной финансовой банковской системе. Фактически нашу децентрализованную финансовую революцию извращают до новой централизованной системы. Это поднимает важный вопрос, а кто на самом деле выигрывает от этого технологического сдвига, от этой финансовой революции? Эти крупные игроки BlackRock, Fidelity и другие уже держат ключи от того, что должно было быть децентрализованным. И по мере того, как стейблкоины продолжат набирать вес, будет расти и влияние таких финансовых гигантов, как BlackRock. Теперь мы стоим на перепутье. И что же это значит для нас и нашей финансовой свободы? Если контроль над стейблкоинами будет все больше переходить в руки этих крупных финансовых институтов, новая финансовая система может стать повтором той же централизованной системы, от которой мы должны были уйти, из-за которой в далеком 2009 году и был создан биткоин. Европейский центральный банк уже работает над созданием цифрового евро. Это больше не вопрос, если, это вопрос, когда. ЕЦБ ясно дал понять, что хочет, чтобы Европа отказалась от зависимости от иностранных поставщиков платежей, таких как Visa и MasterCard, и даже таких платформ, как Alipay, которые сейчас доминируют на рынке. Пьеро Кипелони, член исполнительного совета Европейского центрального банка, недавно сказал, «Нам нужна наша собственная сильная цифровая платежная система. Мы можем достичь этого, введя цифровые деньги центрального банка, перейдя в цифровую эпоху с помощью цифрового евро». Хотя они обещают такие преимущества, как бесплатные платежи и более безопасная инфраструктура, созданная в Европе, остается важный вопрос о конфиденциальности. Они уверяют, что конфиденциальность будет приоритетом, и что будут использоваться только псевдонимизированные данные, что придаст этим платежам приватность, подобную наличным деньгам. Но главное, о чем они молчат, это то, что ключи находятся у них. Они могут деанонимизировать эти данные в любой момент, когда захотят. Как сказал Пьеро, мы обязаны сделать лучшее для европейцев, но означает ли это лучшее просто больше контроля и наблюдения? Так как это связано с USDC и Евроси? То, насколько они уже интегрированы в существующие финансовые системы и насколько они соответствуют всем правилам в Евросоюзе, показывает, как легко эти частные стейблкоины могут эволюционировать в цифровые валюты центральных банков, которые будут контролироваться правительством. Технология цифровых валют уже готова, и BlackRock пытается продвинуть ее в тот же ФРС США. Что касается контроля, то Секл полностью контролирует смарт-контракты для своих стейблкоинов, и они могут быть заморожены в любой момент. Мы живем в действительно опасное время, когда наша конфиденциальность находится под угрозой, а многие люди вокруг даже не заметят, что происходит. Никто из них не ждет того, что грядет, потому что просто-напросто не знает. Теперь представь себе правительства, которые будут использовать ЦВЦБ для финансового наблюдения. Впрочем, это даже не нужно представлять. Это уже происходит в Китае. Каждая твоя транзакция, покупка кофе, аренда жилья или онлайн-покупка отслеживается. Конечно, они обещают безопасность и другие преимущества, утверждая, что это все делается ради нас и для нас. Но главный вопрос – что происходит с конфиденциальностью, когда каждый цента-юань будет отслеживаться? Подумай об этом. Централизованная структура контролирует валюту и отслеживает транзакции. Это похоже на свободу? Это похоже на децентрализацию? И хотя центральные банки заявляют, что ЦВЦБ будут использовать псевдонимизированные данные для защиты конфиденциальности, правда заключается в том, что при наличии нужных ключей твою личность все равно можно раскрыть. Это как запереть дверь, но при этом у правительства есть запасные ключи. Сравни это с по-настоящему децентрализованными криптовалютами, такими как биткоин, где никто не может контролировать твои деньги. Твои ключи, твоя криптовалюта, твои деньги. И я думаю, что биткоин выигрывает от ЦВЦБ тем, что является по-настоящему свободной и мирной валютой. И задай себе вопрос. Ты точно хочешь отдать такую ценность какому-то Блэк-Року? Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok